Субтитры подогнал «Симон» Живи так, как будто бы твой вздох поможет этому миру И твой взгляд на небо расчистит его и предаст ему силу Каждый солнечный день наполняет тебя, беды все улетели Ты люби этот мир, как любит он тебя, несмотря на потери Не трать время на сонах, его у нас и так мало, так мало, так мало Тот вид, в котором живем, не даст нам на отдых право На отдых право не трать время на сонах, его у нас и так мало, так мало, так мало Тот вид, в котором живем, не даст нам на отдых право Ветер не умеет говорить, но как будто бы плачет Природу нужно беречь, ее мало любить, ей не выжить иначе Ты цени это все, даже пасмурным днем, это будет не вечно С каждым годом все ближе мы к небу идем, вряд ли жизнь бесконечна Не трать время на сонах, его у нас и так мало, так мало, так мало, так мало Тот вид, в котором живем, не даст нам на отдых право, на отдых право Не трать время на сон, его у нас и так мало, так мало, так мало Тот вид, в котором живем, не даст нам на отдых право Дарья, рад приветствовать тебя на концертнике Знаешь, вот борюсь с внутренним возмущением вообще Ну, Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения Российской Федерации Крайне бы не одобрили твою песню «Время» Что это за рефрен такой вообще в куплете Ты не трать время на сон, сон, это самое большое богатство Ну, потому что мы сейчас живем в такое время, когда нужно много всего сделать Раньше меньше было отвлекающих факторов, мне кажется Вот, а сейчас, ну, ты хочешь жить, умей вертеться И чтобы чего-то достичь и кем-то стать, надо много работать Учиться, развиваться, когда тут спать? Какой график твой? Ты жаворник, сова? Ой, ну, кто-то любит отвечать «попугай», типа, ни то, ни другое На самом деле я могу лечь спать даже в три ночи, да? Ну, мало ли, меня увлечет, как новая песня Я буду сидеть, и я не буду смотреть на время даже, я буду заниматься ей Но встану я все равно не позже десяти или девяти То есть, или если я в восемь открою глаза, я встану и пойду Потому что у меня такой девиз «Не трать время на сон» Мне жалко спать Ну, сколько-то нужно спать? Ну, положено организму спать восемь часов для того, чтобы чувствовать себя здоровым Полноценным человеком Я себя чувствую здоровым, полноценным человеком, несмотря на это Ну, естественно, когда бывают такие дни, что они высыпаешься несколько дней подряд То потом я беру выходные какие-то для себя сама Сплю подольше, мне хватает одного дня для восстановления Парадоксальная ситуация вообще может сложиться в нашей стране Когда запретами, ну, буквально со всех сторон нас окружили Ну, вот опять-таки Я с иронией, с сарказмом сказал, что не одобрили А запрещают фильмы, запрещают спектакли Запрещают персонажей отдельных Как ты относишься к повсеместному запретительству? Плохо Мне это что-то напоминает А что тебе может напоминать в своем возрасте? Ну, я же учила историю, в конце концов У меня есть родители, бабушки, дедушки Дедушек уже нет Вот, соответственно, я же ни в коконе закрытом живу А знаю, что было И немножечко напоминает время, когда была жесткая цензура Я считаю, это не совсем правильно Но хотя, если кто-то сверху пытается взять над нами полностью контроль И, соответственно, приходится вот так ограничивать Но никого не закрыть, не запретить Все равно эти люди будут продолжать творить Находить свою аудиторию Аудитория будет находить то, что запретили Просто это не будет афишироваться Смотри, я люблю спать Считаю, что сон – это не вредная привычка А необходимая, вообще необходимая, необходимая штука в нашей жизни Но, тем не менее, есть от чего отказываться в нашей жизни Огромное количество вредных социальных привычек Вот что ты считаешь наиболее вредными социальными привычками в нашей жизни? Соцсети Да Да Но я, на самом деле, я чем грешу? В силу своей, так скажем, профессии Я вынуждена быть в соцсетях Я вынуждена Это отмазывается каждый Журналисты Вы журналисты тоже так вот Парируют все время Но а как по-другому? Как, опять же, афишировать концерт Или какую-то информацию разместить О каком-то важном событии для меня, как для артиста Где мне важны зрители Не оправдывайся, говори о тех социальных вредных привычках, которые ты считаешь вредными Но соцсети, да, интернет, в принципе Ой-ой-ой, только мы о цензуре говорили, а ты сейчас сама как цензор выступаешь Ой-ой-ой, какая противоречивая дарья у нас У меня раздвоение личности, да А теперь за шмот Поговорим за шмот Как тебе вообще удобно в тапочках? Мне удобно и тепло И вообще я люблю такой тип тапочек Хотя мне больше нравится, когда они совсем закрыты такие Ты в них утопаешь Дома в тапочках? Да, но они другие Да, дома в тапочках Мне запретили близкие родные дома передвигаться по тапочкам Но хоть здесь, на концертнике Почему? Поясню Я, наверное, уже старею И они говорят, что я как только начинаю двигаться по квартире в тапочках Что меня слышно за версту Я шмыгаю Шаркаю Ну, интересно, да Вот так говорят обо мне родные Ну, я не знаю, пол скрипит, но что сделать Тапочки-то при чем тут? Что говорят о тебе твои знакомые, друзья, родные? Ты шаркаешь? Что ты делаешь? Я им не мешаю Соответственно, не шаркаю и ничего не делаю То есть ты просто живешь по принципу «не мешай другим»? Нет, я, наверное, эгоистка Я настолько эгоистка, что я занимаюсь собой И да, есть у меня такая отрицательная черта Поэтому не то, что я стараюсь не мешать другим А я просто, ну, я не знаю, мешаю я им или нет Но ты реально тот чертенок из мультика, где плю и чихай на всех И в жизни ждет тебя успех, да? Нет Нет, я очень добрый человек, кстати И честный, отзывчивый, просто очень увлеченный Допустим, если я закрылась в своей домашней студии Меня никто не будет трогать Потому что они знают, что этого лучше не делать Ну, то есть идет какой-то процесс творческий А если это сделать, что случится? Рождается песня, типа «Не спрашивай», которую я буду петь не здесь Но что случится, если тебя тронуть в момент создания песни? Ну, ты швырнешь тапочком Нет, я попрошу спокойно закрыть дверь с той стороны А потом вот у меня выливается это еще в дополнительную песню То есть все, что не делать, все к лучшему А к ину? То есть что вижу, то и поем? Что чувствую, то и поем? Ну, у меня не так песня рождается Это просто катализатор То есть я не пишу то, что там Закрой за мной дверь, я ухожу Я по-другому, ну, как Я не описываю конкретно данную ситуацию А то есть событие служит толчком к какому-то поэтическому вдохновению Да, да И иногда даже что-то Я не знаю, как вот сценаристы, наверное, так фильмы пишут Я вижу картинку, я ее описываю Но чтобы увидеть эту картинку Что-то должно произойти внутри Вот типа как там Меня прервали во время записи Ну, как-то меня всколыхнуть изнутри Но пострадать нужно, да? Обязательно Или влюбиться? Нет А что важнее для того, чтобы пострадать или влюбиться? Пострадать, конечно Эх, вот это русская натура Ладно, про шмот продолжим Да это не русская натура Это у артиста, у любого нормального артиста Ему нужно страдать, чтобы что-то делить Да русские любят страдать Мы иначе ничего делать не будем вообще Нам вот хлеба не надо, дай пострадать Когда все хорошо, но ты пойдешь песню писать? Нет, конечно Ты пойдешь просто петь, танцевать, там, ловить Кайф от жизни Ну, за шмот продолжение разговора Дрим у тебя, мечта В переводе с Аглицкого Да А какая у тебя мечта? Не скажу Ну, потому что она может не сбыться Да, я вообще, я очень скрытный человек Хотя мне надо быть, по идее, открытым Там, если посмотреть мои соцсети, опять же У меня там будет мало селфи Мало описания будущих событий Хотя, ну вот я даже со скрипом афиширую концерты Но мне необходимо это делать Но я это не люблю Потому что не единожды убеждалась на своем опыте Чем больше рассказываешь, тем меньше сбывается Ну, то есть с уверенность, с опытом пришла? Да Говор у вас какой-то непонятный Я не знаю, почему У какой-то малороссийский Я из Москвы Мои родители Прямо вот штамп в паспорте Из Москвы Покажите мне паспорт, пожалуйста Прямо прописка, город Москва У меня московская, да Я говорю, у меня родители У меня дедушка с бабушкой Они во время войны приехали в Москву Потому что эвакуация была Таким образом бабушка, когда ребенком была, попала в Москву Дедушка там по другим У меня прадед занимался конструированием, проектированием мостов И, соответственно, он таким образом приехал в Москву Ну, и вот я родилась То есть ты москвичка в третьем поколении Ну, во втором Потому что бабушка Ну, какие предположения могут быть? Гимназий с английским уклоном Это во-первых Во-вторых, у меня музыкальный слух Я очень, ну, схватываю быстро Интонации, вот это все Ты испеки английский? Я сойду Я работала в иностранных компаниях Там экспаты были в руководстве Надо было переписываться и общаться только на английском Ну, тогда ты должна петь по-английски в основном У меня есть песни на английском Но кому я их буду петь? Браво! Вот я вот ценю за этот ответ Ну, по-английски Да, настоящий рок, рок-н-ролл Должен звучать только по-английски Ну, то есть к тому моменту Когда я поеду на гастроли в США Мне будет чем заняться? Музыкальный слух есть? Ты говоришь, ну, оцени наш пендинский говор Говорят, что мы не говорим, а поем Есть такое? Я вообще у вас не слышу никакого ни акцента, ни говора Может, я мало пообщалась Может быть, я инопланетянин? Как вы? Я не знаю, вы нормально разговариваете? Ну, слава богу Нормально разговариваем Вот от слов к песне Хочу лирик какой-нибудь Слишком быстро меняется цвет На нетронутых белых флагах Испаряется с лиц наших флага А вокруг не души, нет Мир не знал, что будет болеть Будут резать и пить по-живому И придется лечить себя снова Или просто все сжечь Горизонт пусть завален совсем И земля И земля как-то странно дымится Нам покой уже больше не снится Но он нужен всем Расцветает засохший хворост Загораются тучи огнем Мы так сильно устали Но все же чего-то ждем Даже каменные цветы Оживут под лучами рассвета Запомни мир таким Остальное ставь поэту Слишком быстро меняется цвет На нетронутых белых флагах Испаряется с лиц наших флага А вокруг не души, нет Ну вот этот вот девичий женский рок Тебя не бесит попытка вогнать в какие-то рамки творчество тех российских барышней, которые поют под гитару? Бесит, это очень громко сказано Подбешивает? Нет Просто я воспринимаю это как данность И все, зачем себе трепать нервы Ну есть это, да Это никуда не денется Ну давайте я тебе чуть-чуть побешу У тебя вот девичий или женский рок? Ну вот где вот так грани? Когда ты из подростка превращаешься в девушку А потом в женщину в своих песнях А потом в старушку Ну да, логично Я не знаю, я вообще не думала никогда об этом Надо об этом задуматься, да? Нет, твое право Мне кажется, это как вопрос про аранжировки Но это просто какой-то субъективизм Ну кому-то кажется, что у меня женские песни Кому-то девичьи Ну пусть так считают, ради бога Кто-то считает, что я попса Кто-то считает, что я рок Ну вот первое, что пришло мне в голову Когда я тебя увидел, услышал Панк? Нет, группа лицей Этого сравнения еще не было, интересно Пожалуйста, дарю это сравнение Группа лицей, на которой я вырос Ага Вот думаю, ну вот, вот, пожалуйста Все возвращается на круги своя Все диалектика А сама на какой музыке выросла? Я слушала у дяди кассеты с кино Любе Пластинки дома у нас были с Тальковым Старшим Корнелюк Ну то есть на российской музыке я выросла А сейчас какую музыку слушаешь? Классику Ну это вот такой Я старею Самый очевидный и популярный ответ Для того, чтобы выглядеть интеллигентным человеком Нет, не выглядеть Я все время отвечаю, а что я слушаю? Классику Нет, это реально, это на самом деле так Я с возрастом стала понимать, что Мне не, вот этого мне не хватало Как бы в жизни, в принципе, классики Я включаю прямо дома радио классик И слушаю У меня мозг отдыхает Я вдохновляюсь Я сама себя считаю, в принципе, композитором Потому что я помимо песен Пишу иногда какие-то классические вещи реально Ну я же сама делаю аранжировки То есть я этим занимаюсь Мне это нравится Я учусь на фортепиано играть И обожаю фортепианную музыку И мне очень интересно слушать Я прямо разбираю внутри произведения У меня профдеформация Так как я делаю аранжировки Я песню воспринимаю не в первую очередь Текст, смысл и музыку А я слышу каждый инструмент в отдельности И мне интересно Так, здесь такой ход Здесь сякой Здесь такой-то инструмент Я это впитываю в себя Я как бы учусь на этом А на чем лучше учиться? Конечно, классики Я не имею профессионального образования Но замечаю насколько Замечаю тенденции в аранжировках модных Которые мы там срисовываем, копируем у Запада А ты могла бы отметить какой-нибудь российский коллектив Исполнителю, которые вот Сейчас вот, ну, крутые, на твой взгляд, аранжировки Может быть, тексты так себе Может быть, музыка так себе Я могу сказать, да У нас Ну, это не значит, что я слушать Исполнителей люблю Но, конечно, невозможно не отметить Это не российские исполнители Но, тем не менее Дорн Термейтс Ну, просто низкий поклон Потому что Антон Беляев, он же аранжировщик А со многими музыкантами вообще Ну, звездными, столичными Ну, ты знакомая Если брать, так скажем, рок-тусовку Да То Не знаю Если спросить, то, в принципе, по одному музыканту Из каждого коллектива В итоге выяснится, что я знаю А, ну, то есть теории семьи рукопожатий И так далее Да Лично я могу не знать Но знаю там, допустим, ударника из этой группы Или гитариста, или басиста из той группы Ну, вот так вот А что мы о других людях? Я предлагаю тебе, но только не словами А словами из песни Мы всего лишь хотели Беззаботно играть В солнечных кликах Нас зачем-то заставили На работу вставать Начинается утро Не с песен, а щит, как криков Хочется взять все это и послать Иди ко мне Я обниму тебя И все заботы уйдут Иди ко мне Мы рождены на свет Чтобы нас обнимали тут Иди ко мне Иди ко мне И все заботы уйдут Иди ко мне Иди ко мне Иди ко мне Мы рождены, чтобы нас обнимали тут На плиту бежала Вкуснейшая каша Кофе тоже решил С ней убежать Ты не смог вместе с ними И идешь на работу Уставший Жаль зарплату не платят За то, чтобы спать Иди ко мне Я обниму тебя И все заботы уйдут Иди ко мне Иди ко мне Мы рождены на свет Чтобы нас обнимали тут Иди ко мне И все заботы уйдут Иди ко мне Иди ко мне Иди ко мне Мы рождены, чтобы нас обнимали тут А может завтра начать В солнечных бликах играть Или просто на час Иди ко мне Мы рождены, чтобы нас обнимали тут Иди ко мне Даш, ну знаешь, есть такое определение Широко известные музыканты в узких кругах Ты подходишь под него? Мне кажется, что я уже подхожу под него Потому что вот, допустим, недавно я была в Уфе Или мне незнакомые люди пишут из других городов И в этот момент я понимаю, что Вроде как меня слушают, там всем знают И не только обычные люди, но и представители СМИ Опять же, да И вроде как я и неизвестно А вроде как меня и знают У меня даже на эту тему есть песня, но я ее еще не сделала Надеюсь, в этом году сделаю Да, а на болевшем, как говорится Я вроде есть, знаете, но меня нет Пот и труд все перетрут Я вижу, что как ты работаешь Вижу, что ты не чураешься концертов Концертной деятельности Но все сама-сама-сама Все пальчиками и ручками Я вот когда-то настраивалась Тут какие-то технические термины Боже мой, девочка все это знает А зачем? Ну, о боже, как быстрое время летит Еще 9 лет назад, когда я рассталась со своим коллективом последним У меня были группы до этого Я поняла, что мне надо идти дальше самой Потому что по сути-то я могу все сама делать Я же пишу музыку, пишу песни А эгоизм, здоровый эгоизм Потом я хочу развиваться Я все время учусь Я закончила курсы по созданию музыки и аранжировок В программе специальной Logic Pro X Получила сертификат, сдала экзамены То есть я не жалею денег на вкладывание в себя Именно в свое развитие И 9 лет назад я вот с этим еще как бы не особо разбиралась Через стерни к звездам За счет того, что я была одна Мне просто необходимо было в этом во всем разбираться Я себе собрала студию домашнюю постепенно с годами Купила необходимое оборудование Ну и как-то вот так с годами я обрастаю знаниями и опытом И это же круто Ну, ты согласна с этим совершенно неправильным На взгляд некоторых людей принципом Хочешь сделать хорошо, сделай сам Нет Я не тот человек, который так говорит То есть, скажем так Я всем этим занимаюсь одна Потому что так сложилось Если вдруг у меня найдутся единомышленники Я, конечно, не скажу ему Закрой за собой дверь и уходи А я наоборот открыто А ты скажешь, доброе утро, мой новый герой Я открыта предложением Просто Пока нет такой необходимости Но вот единственное, что я теряю тем, что я одна Это даже я не могу выступить на крупных фестивалях Типа там нашествия и так далее Ну, типа у тебя нет коллектива, извини Только там, где есть акустическая сцена Там меня приглашают, я там выступаю А акустика ведь, ну, знаешь, как я считаю Что акустика, это действительно битва с открытым забралом А вот акустика показывает цену настоящего артиста Ну да, потому что если в акустике это все плохо, то... Никакие примочки Ничего не поможет Никакие аранжировки, ничто не спасет Ну вот тут и открывается, как бы, твоя песня чего-то стоит или нет То есть, если песня хорошая, она без аранжировок хорошая С гитарой, сама, по городам повесим Ну вот что за история вообще с аэроперевозчиками? А, я же выяснила, наконец-то Ну просто расскажем зрителям, что... Животрепещущий вопрос, да Для многих музыкантов, не все же звезды И обладают вообще возможностью летать на собственных самолетах и... Или покупать отдельное место для гитары, да? Да, запретили перевозить гитару Это ужасно, да Я покупала билеты Аэрофлот Вылетала из Шереметьево, подхожу к стойке У меня была сумка одна и гитара Соответственно, оплачено одно место в самолет и одно место в багаж Я подхожу и говорю, а можно мне гитару не сдавать в багаж, а взять с собой? Нет, нельзя, у нее, типа, габариты другие Запрещено Ну, можете спросить, там менеджер находится Ну, я не поленила, сходила, я говорю, можно? Нет, нельзя И никто ничего не объясняет, а как можно? Я говорю, ну, она же разобьется Посмотрите, у меня, ну, кейс не жесткий, а такой, полужесткий И если его кинуть с основным багажом, конечно, от гитары ничего не останется И тетенька жалилась надо мной на регистрации Говорит, ладно, типа, идите, так? Может, прокатит? Я пошла с сумкой, с гитарой Сижу уже на выходе к самолету И сотрудницы, получается, стюардессы Такие смотрят и говорят, а что это вы тут с гитарой делаете? Я говорю, ну, как, кто вас пропустил? Я говорю, ну, на стойке регистрации пропустили И сразу дополняю Мне сказали, что, если что, можно сдать в негабаритный, называется, багаж Это там, где коляски сдают, вот это все И мне говорят, мы сейчас выясним, можно ли так сделать Там просто не всегда присутствует, когда идешь к самолету уже Обычно грузчики стоят, которые коляски как раз убирают Сверху куда-то они кладут Господи, ты рассказываешь, на гитару проблем добавляет вообще в жизни, да? Да Судя по тому, что ты поешь, гитару спасла Да, в общем, ее, слава богу, положили с колясками В целости, в сохранности вернули Но все зависит от экипажа Потому что, когда я летела обратно И готова была уже, типа... Товарищи добрые, положительные летчики Члены экипажа, которые перевозят нас рейсами разных авиакомпаний Будьте добры и снисходительны к музыкантам Гитара, это для них не прихоть А средство выживания Во всех странах Ну, может, не во всех, но в большинстве цивилизованных стран Давным-давно инструменты Они как-то под отдельную идут статью То есть с ними нормально обходятся Никак у нас там могут швырнуть куда-нибудь И пиши пропало Не будем швырять гитару Просто под гитару послушаем еще одну песню Сколько песен Написано Сколько писем отправлено Я, наверное, зависима И как будто отравлена Без сомнений так трудно ждать Я пытаюсь быстрей уснуть В новой жизни хочу забыть Как проделала этот путь Бежать с нуля до самого финиша Не оглядываясь назад Никто не знает Цену этого выигрыша И пути сплошных преград Бежать с нуля до самого финиша Не оглядываясь назад Никто не знает Цену этого выигрыша И пути сплошных преград Песни новые рвутся в бой Тишина может подождать Я боюсь изменить настрой Я хочу только побеждать Нарисованный мир внутри Отнимает мой мир вокруг Ты попробуй его сотри Может получится вдруг Бежать с нуля до самого финиша Не оглядываясь назад Не оглядываясь назад Никто не знает Цену этого выигрыша И пути сплошных преград Бежать с нуля до самого финиша Не оглядываясь назад Никто не знает Никто не знает Цену этого выигрыша И пути сплошных преград Ну что, попиаримся на модной теме Хайпанем немножко, как говорит молодежь, да? Ой, какое дурацкое слово Ну, тем не менее, вошло оно в лексикон Почему, вот спрашиваю тебя Девочку Да-да-да Музыканта Классические фактические образования Ну, почему так вот Модно ныне Рэп-баттлы, версусы Вот твоя Твоя версия про версус, да? Хорошо, что я посмотрела хоть один А каждый сейчас Вот каждый Надо посмотреть Ну, потому что Не, ну, просто все Когда кто-то пересылает просто так видео Я не смотрю Но когда я вижу, что вся лента уже в этом видео Я думаю, ну, что-то, видимо, там такое Что надо посмотреть Так случилось с этими баттлами Оксимирон был с кем-то Я не помню С кем Со славой КПСС Ну, слово гнойный еще Ну, это последнее, я так поняла Уже А я смотрела до этого какой-то Первый раз, когда наткнулась вообще на баттлы Почему это так модно Ну, не знаю Какая-то новая веяня, тенденция Ну, вообще здорово, когда человек может импровизировать на ходу А ты говоришь Вот ты, думаю, считаешь, что это импровизация Мне подсказывают Ну, как можно столько слов запомнить Что столько слов запоминают Реально Я тоже думал, что импровизация Нет, говорит Павел Нет Знаете почему? Они получают задание за какой-то промежуток времени А-а-а, говорю Я иногда сама разговариваю стихами То есть это просто внутри человека реально что-то включается И поэтому, когда понимаешь это Что это не заготовка Начинаешь уважать человека Я могу сколько угодно там не любить, допустим, Оксимирона Хотя я вообще никак к нему не отношусь Но как-то отношусь Потому что я уважаю за то, что человек может так быстро в рифму говорить Не полный бред, а там есть смысл какой-то Пусть с матными словами, но все равно С матными словами Девочка проснулась Вообще вот московская интеллигенция Но мат вообще не-не Но не в песнях Я так могу иногда, но... А ты понимаешь, что вот в жизни Мы, вот так вот мы Сейчас обобщенные скажи Не скажи, что ты А мы ничего не добьемся без каких-то провокаций Почему? Добьемся? Конечно Вот с этим посылом мы слушаем песню Сколько милых взглядов ты видишь вокруг Например, в том же московском метро Кто из них протянул тебе руку вдруг? Не стащить кошелек, а сказать Hello! Все так любят друг друга Даже в час пик И готовы к тебе прижиматься Эти люди не будут использовать крик Им так жалко друг с другом расстаться На одной ноге я стою в реке И вокруг меня только рыбы Я социопат, я боюсь людей И для них мои двери закрыты Как все рады, когда ты чего-то достиг И у всех только белая зависть Все готовы на помощь прийти каждый миг И бросают к ногам твоим радость Все одеты с иголочки Один позитив Ото всех людей не случается Ты идешь, напевая веселый мотив И тебе все вокруг улыбаются На одной ноге я стою в реке И вокруг меня только рыбы Я социопат, я боюсь людей И для них мои двери закрыты На одной ноге я стою в реке И вокруг меня только рыбы Я социопат, я боюсь людей И для них мои двери закрыты Как же мало над нами солнечных дней Но тебе какая разница Когда в жизни столько веселых людей С ними жизнь твоя раскрасится Если плохо тебе, ты сходи в магазин И в обычной очереди постой Там ты будешь точно всеми любим И наполнится внутренний мир красотой На одной ноге я стою в реке И вокруг меня только рыбы Я социопат, я боюсь людей И для них мои двери закрыты На одной ноге я стою в реке И вокруг меня только рыбы Я социопат, я боюсь людей И для них мои двери закрыты Огромное спасибо, что пришла на концертник Дай бог тебе побольше в жизни встречать Людей с хорошим настроем Не социопатов А тех, кто поможет Поддержит, улыбнется И подскажет, как двигаться дальше Спасибо огромное Спасибо огромное, что позвали меня в эту передачу Зовите еще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!